Размер материнского капитала увеличен на 7,4%. Об этом сообщили в Социальном фонде России по Карачаево-Черкесии. Какое количество семей уже воспользовалось средствами материнского капитала и самые популярные направления расходования полученных денег, расскажет Альбина Ламкова. Материнский капитал – один из ключевых инструментов национального проекта «Демография». Помощь на каждом этапе от рождения ребенка до его совершеннолетия от государственных мер поддержки семей с детьми важна. Каждый год размер семейного капитала повышается на величину инфляции. С 1 февраля размер материнского капитала в нашей республике вырос на 7,4%. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после перерасчета. Соответственно, максимальное повышение получат семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. В итоге размер материнского капитала на первого ребенка вырос до 630 тысяч рублей. На второго составляет 833 тысячи. Если семья уже получила материнский капитал за первого, то на второго ребенка сумма увеличилась тоже и составила 202 тысячи рублей. Об этом рассказал управляющий отделением социального фонда России по Карачаево-Черкесии Аслан Озов. Если вы получили сертификат, то сертификат уже получили в Карачаево-Черкесской республике более 45 тысяч семей. По 2023 году в Карачаево-Черкесии получили сертификат 1759 семей. Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, образование детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Программа позволяет выбрать один из вариантов или распределить деньги по нескольким направлениям. Самые популярные направления, куда используется данный сертификат материнского капитала – это улучшение жилищных условий, обучение детей и ежемесячные выплаты. В ходе интервью было отмечено и то, что размер материнского капитала и других выплат проиндексируют в беззаявительном порядке. Чтобы узнать, какая сумма из этих средств осталась на счете, можно воспользоваться сервисом социального фонда на портале госуслуг. Если есть еще вопросы, можно обратиться и к специалистам социального фонда республики в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефону горячей линии.